добрый 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 вечер всем привет пока вы собираетесь а я надеюсь я буду не одна в этот вечер читать пока вы собираетесь спрашиваю сразу два моих основных вопроса как вам звук во-первых а во-вторых есть ли какие-то шумы посторонние голоса может быть как вам качество звука качество связи это мой первый вопрос жду ответы в чате так вижу уже уже два человека есть вижу отвечайте и второй вопрос как настроение как дела с каким с каким настроением вы сегодня пришли у отлично звук хороший спасибо один вопрос каким настроением пришли налили ли вы себе чайку кофейку или чего-нибудь еще у кого-то сейчас я так думаю утро так что доброе утро у кого-то как обычно вечер кто-то уже собирается спать так что вам спокойной ночи и все мы с вами собрались чтобы почитать сегодня еще одни чтение кто-то будет смотреть в записи и вам друзья я сразу скажу следующий раз обязательно приходите в живую потому что конечно на каждом эфире у меня для вас есть вопросы на эти эфиры не для того чтобы я просто читала они интерактивные у нас с вами так ну что вот собирается народ уже отлично скоро будем начинать просто для разогрев очки поделюсь новостями что у меня новенького во-первых неделю назад было у отличную привет 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 всем привет вижу комментарии просто параллельно отвечаю неделю назад была встреча с патронами и мне понравилось кстати прошло здорово я узнала что длинная форма длинные видео еще в моде еще пользуются спросом здорово хорошо знать что не только шорты популярны сегодня ну и вообще обсудили актуальные темы познакомились было классно думаю нужно сделать такую традицию еще из новостей в эту пятницу то есть позавчера была я в опере в будапеште видео не очень почему то я не замечаю этого возможно у меня что-то с интернетом но знаете я в одном из своих видео уже вам рассказывал да что здесь интернет такой не на десять из десяти бывает подводят так что если что ну давайте простим ему это главное чтобы вы меня слышали и вообще различали мой силуэт до что я здесь все в порядке а детали ну в другой раз так вот была я в опере будапеште и знаете не абы какая опера была а мы смотрели войну и мир на русском языке в общем я в восторге от само вечь от самого вечера от самого мероприятия от здания от оркестра от голосов но одно замечание я ничего не поняла несмотря на то что это было на русском языке делитесь если вы были в опере был ли у вас такой же опыт что вы смотрели смотрели слушали слушали прислушивались прислушивались но так ничего не поняли но поскольку я читала войну и мир я понимала что происходит на сцене и мне было просто интересно ослабиться и послушать музыку вот так ну что же друзья размытые видео на связь хорошие ну вот здорово отлично значит можем начинать еще раз приветствую всех кому-то доброго утра желаю доброго дня доброго вечера спокойной ночи и нам с вами хорошего полета и если вы готовы а я надеюсь вы готовы поехали до полетели показываю вам что я для вас сегодня приготовила и так перед вами михаил юрьевич лермонтов именно о нем и сегодня с вами будем говорить и его текст мы будем читать посмотрите на этого молодого человека и посмотрите на его годы жизни на цифры да 1814 и 1841 вот господа и дамы математики включаем математическую часть своего мозга и считаем сколько лет жил михаил юрьевич лермонтов сколько лет ему было когда он погиб ну-ка проверим как как внимательно вы меня слушаете и как свеж вас ваш мозг теперь теперь все отлично вижу комментарии в чате это видимо про качество все отлично но я думаю что немножечко я запаздываю у вас я задаю вопрос а он к вам прилетает через какое-то время вот я все-таки подожду ответ на этот вопрос да сколько лет было верно того когда он погиб и давайте сразу второй вопрос вдогонку пока я дожидаюсь ответ на первый вопрос вот посмотрите на время когда он жил вообще 19 век и и подумайте как он погиб как он мог умереть давайте с вами подумаем начало 19 века так ответ на первый вопрос ему было 27 кажется совершенно верно но 26 до 27 лет он не дожил 26 27 как вам такой возраст молоденький совсем он умер конечно ну по тем временам он был уже матерый мужчина поживший такой а женщина 27 лет это вообще уже была бабушка то время но все равно 27 это прямо совсем немного и вот как вы думаете по какой причине он умер так в общем я поняла что я долетаю до вас с большим запозданием поэтому я сразу дам правильный ответ окей потом посмотрим что из этого получится погиб он на дуэли на дуэли давайте даже я запишу это на доске смотрите сегодня я к вам пришла подготовленная как никогда надеваем перчатку зоро берем волшебную палочку и ну-ка будет мне тут что-то писать давайте проверим итак я хотела для вас написать два глагола во первых погибать погибнуть сначала я пишу несовершенный вид потом совершенный так вижу все видно отлично отлично ага и только что мне приходят ответы на мой первый вопрос ясно в общем я запознаем оцените оцените уровень подготовки сегодня вот друзья немножко волнуюсь я точнее не немножко сильно и вот каждый раз удивляюсь уже не первый эфир уже не первый урок а вот каждый раз как в первый переживание ладно итак погибать погибнуть несовершенный вид совершенный вид прошедшее время у совершенного вида кстати говоря будет погиб 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 без ну да это вот те самые глаголы которые в которых ну исчезает исчезнуть исчезаем погибнуть погиб кстати говоря еще один вопрос брошу в аудиторию а почему нельзя сказать он умер на дуэли ну можно но глагол погибнуть здесь подходит лучше он погиб на дуэли лучше это в чем разница погибнуть и умереть какая разница между этими глаголами и пока я дожидаюсь ответ на этот вопрос поговорим немножко и про дуэль действительно татьяна здравствуйте дуэль тогда это было очень модно кстати дуэль это существительное женского рода дуэль она погибнуть на дуэли действительно тогда это было модно и несмотря на то что за это наказывали Лермонтов это очень любил делать вот знаменитые русские авторы любили дуэли пушкин тоже так же погиб погиб ага это глагол в котором ну суффикс ну исчезает в прошедшем времени точно знаменитые русские авторы в то время любили дуэли знаете когда я готовилась к этому эфиру подумала что вот сейчас у нас есть такая прекрасная возможность зайти в интернет посмотреть на любого человека который проявляет себя в интернете написать ему любой комментарий даже самый неприятный и ничего за это не будет а вот представляете если бы Михаилу Юрьевичу Лермонтову написали комментарий неприятный ну видимо ему и написали комментарий неприятный потому что на дуэли он был не один раз в своей жизни и вот одна дуэль закончилась не очень хорошо для него да так и вот приходит как раз ответ на вопрос умереть можно своей смертью а погибнуть неожиданно совершенно верно согласна и еще в глаголе погибнуть есть контекст что виноваты внешние обстоятельства умереть тоже же можно неожиданно и своей смертью да а вот в глаголе погибнуть есть внешние обстоятельства он погиб на войне он погиб на дуэли он погиб в катастрофе да вот такое здесь есть значение так вот Лермонтов ой смотрите как интересно доска едет вправо Лермонтов не раз был на дуэли за это его ссылали на Кавказ он был на дуэли он писал стихи за которые его чуть не арестовали и все и каждый раз его ссылали на Кавказ и вот картина которую вы сейчас видите это как вы понимаете Кавказ и эта картина написанная Лермонтовым представляете Лермонтов Михаил Юрьевич недоучился в университете отдал свою жизнь службе но реализовал себя и в поэзии и в прозе и немножко в живописи ну хотя мы не можем сказать что он реализовал себя в живописи но сохранилось несколько работ вот я вам покажу сегодня две это его картины да и одно знаменитое имя точнее имя знаменитого поэта золотого века русской литературы уже прозвучало в чате и я хочу чтобы еще раз оно прозвучало я хочу для контекста показать вам две эти фотографии не фотографии два этих портрет это люди которых можно сказать пережил Лермонтов пережил это значит он застал их живыми и был свидетелем не в прямом смысле свидетелем да он просто жил при их смерти кто кто же эти люди я думаю портрет справа здесь все сразу понятно кто самый известный самый знаменитый поэт в русской литературе самая известная фамилия даже институт такой есть пушк пушкин пушкин да 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 справа пушкин а слева вот если у нас сейчас есть англичане в чате если меня смотрят сейчас англичане от вас требую эту фамилию кто же это слева то у нас почему я показываю две этих фотографии опять говорю этих людей почему я их показываю потому что они были важны для творчества лермонтова позже критики литературоведы писали что лермонтов в принципе все позаимствовал у пушкина и у и у себя кстати он постоянно делал аллюзии делал отсылки к своим ранним произведениям так ну все я не буду давать пока правильный ответ жду от вас кто же это слева если ответа не будет я тогда вернусь к этому вопросу эта фамилия эта фамилия у нас сегодня с вами и в тексте тоже появится кстати поэтому неспроста я вам показываю этих людей итак а сегодня давайте уже переходить к самому тексту сегодня мы будем читать пожалуй самое известное произведение самый знаменитый текст лермонтова герой нашего времени примечателен он знаменит он тем что это первый социально-психологический роман и в связи с этим у меня к вам несколько замечаний перед тем как мы начнем во первых это роман это значит текста большой мы не будем читать все мы будем читать один небольшой отрывок моя задача не проспойлерить моя задача не прочитать с вами все произведение целиком моя задача дать вам продегустировать дать вам попробовать рассмотреть с лупой очень внимательно какой-то небольшой кусочек вот это первое замечание второе замечание язык в этом тексте будет странный для вас странный да и для меня тоже странный потому что это уже не современный русский язык мы его поймем обязательно но если Михаилу Юрьевичу Лермонтову нужно было бы говорить с носителями современного русского языка то ему бы потребовалась помощь такой перевод и кстати этот перевод мы с вами попробуем сегодня сделать специально для этого у меня есть инструменты я надеюсь без ошибок буду писать но если что друзья прошу прощения вот волнение дело такое так значит язык странный это я сказала и еще одно важное замечание мы с вами пойдем не по плану Лермонтова давайте я вам покажу план Лермонтова план вот так выглядит содержание романа так выглядит содержание романа сначала идет глава которая называется была потом Максим Максимович потом идет журнал Печорина кстати сразу скажу что журнал это личный дневник журнал это дневник в данном случае и вот Лермонтов запланировал вести нас по этому пути сначала мы с вами должны увидеть главного героя этого романа глазами другого персонажа мы должны увидеть его со стороны а потом мы окунаемся в личный дневник этого героя и читаем его личный дневник то есть части этого романа выстроены не по хронологии мы мы же с вами мы не будем даже выстраивать хронологию мы не будем читать все подряд мы просто возьмем один небольшой отрывок из главы княжна мэри мы возьмем один небольшой отрывок вот отсюда вот отсюда это вот было еще одно мое замечание теперь к вопросу почему это социально-психологический роман ну почему он социальный посмотрите на название герой нашего времени герой это здесь не о героизме герой нашего времени это значит типичный характер типичный представитель нашего времени вот он вот она социальность как бы этого романа актуальность его а почему этот роман называют психологическим вы увидите своими глазами точнее прочитаете вместе вместе со мной и еще что я вам хотела сказать ведь тем как мы начнем как раз теми дуэли Михаил Врубель те кто интересуется живописью слышали эту фамилию Михаил Врубель сделал такую иллюстрацию к роману дуэль Печорина с Грушницким Печорин это и есть главный герой главный персонаж этого романа мы мы будем ну не то чтобы мы будем смотреть на него да но мы будем читать его мысли мы будем читать его дневник то как он видит мир или других людей итак еще разочек читаем мы с вами один небольшой кусочек из социально психологического романа герой нашего времени мы с вами читаем кусочек из личного дневника главного героя главный герой Печорин главный герой Печорин кстати говоря есть такое мнение что Печорин это продолжение Онегина Евгения Онегина а Онегин как вы знаете может быть написан был Пушкиным вот пожалуйста пошли вам сразу отсылки к другим авторам вот и давайте сразу вернемся к про которые я обещала вам рассказать немножечко и так нам с вами важна фигура Пушкина для понимания текста Лермонтова и Байрона Байрон нам важен Байрон Лорд Байрон это очень-очень важная фигура во всем творчестве Лермонтова и в том тексте который мы сегодня с вами будем читать вы это увидите ну что же все давайте начинать уже читать так идем к тексту дайте мне минуточку потерял текст а вот нашла все все бегу 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 так так вам будет не видно сейчас друзья вот это минутка неудобства но зато потом будет удобно вы обалдеете вы просто обалдеете и я сейчас вам буду тут рисовать писать комментировать вот должно быть сейчас видно да отлично 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 так все я готова это отрывок из главки которая называется княжна мэри ну неважно как там что называется давайте сосредоточимся на самом тексте это личный дневник то есть мы сейчас заглянем буквально в голову к печорину главному персонажу да я пока его никак не характеризую вам да не даю никаких вводных данных и прошу вас пожалуйста во время нашего чтения в чате не только задавать вопросы но и писать свои мысли ассоциации что вы видите в этом персонаже что вы в нем видите да что вы считываете сейчас мы с вами будем читать о том как печорин встретил своего друга познакомился познакомился со своим другом почему я выбрала именно этот отрывок ну давайте я вам потом расскажу все читаем и так еще раз это личный дневник я буду читать и одновременно если вам нужно я буду помечать ударение в некоторых словах ну уж не во всех давайте это будет не очень удобно и буду исправлять какие-то места которые звучат странно для современного русского языка поехали нынче по утру зашел ко мне доктор его имя Вернер но он русский что тут удивительного я знал одного Иванова который был немец шутка анекдот прибаутка да Печорин начинает с шуточки это он да пошутил скажем так давайте разбираться нынче по утру сейчас мы это скажем просто недавно утром нынче это недавно так ну будем считать что понятно пишу ладно по утру это просто утром зашел да здесь его не представляется у нас теперь зашел ко мне доктор его имя Вернер но он русский почему он это уточняет потому что фамилия это немецкая верно да немецкая я знал одного Иванова который был немец обратите внимание был плюс именительный падеж да нетворительный падеж вы тут можете спросить а почему так во-первых можно сказать который был немцем и в принципе форма творительного и именительного спорят в данном случае да но если мы говорим был плюс именительный падеж это постоянная характеристика не временная а постоянная который был немец ну вот он немец что здесь странно это не именительный падеж а скорее вот это был да я бы сейчас например сказала я знал одного Иванова немца вот это который был немец это немножко чуть странно звучит так отвлекаюсь на комментарии потому что вот тут у нас я был ребенок из того видео а привет 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 здорово что зашел ты учишь русский язык если да ну классно что со мной вот и мне это даже помогают в чате спасибо спасибо за помощь а мы с вами едем дальше и пожалуйста комментируйте как вам темп как вам вообще видно не видно может быть что-то пояснить может есть какие-то вопросы вот потому что помимо того что я немножко волновалась в начале я сейчас еще говорю одна здесь у меня тишина я говорю в камеру и не вижу не чувствую вас друзья где вы так еду дальше верно человек замечательный по многим причинам обратите внимание какая интересная запись для лично не не к да анализ а вместе с этим поэт и не на шутку поэт на деле всегда и часто на словах хотя в жизнь свою не написал двух стихов верно верно человек замечательный обращаю ваше внимание на это слово замечательный в современном русском языке вы знаете это слово как синоним к слову прекрасный да то есть ярко положительная оценка верно человек замечательный но надо понимать что в этом тексте нету такой ярко положительной оценки здесь просто показано что верно человек который чем-то отличается от других людей вот вы его заметите есть в нем что-то особенное хорошее или плохое это пока не сказано он скептик материалист как все почти медики ну я бы сказала конечно как почти все медики но это личный дневник и печорин у нас играет словами нормально а вместе с этим поэт и не на шутку не на шутку это значит серьезно поэт на деле всегда вот тут одна часть и часто на словах что это значит поэт на деле поэт на деле что это значит наверное это значит что у него какой-то особый философский взгляд на мир на деле он поэт да возможно это и часто он поэт на словах это значит что он хорошо играет словами он острый на язык хотя в жизнь свою не написал двух стихов вот эта форма в жизнь свою очень разговорно сейчас для меня звучит я бы просто сказала хотя в жизни не написал и двух стихов это значит даже два стихотворения он не написал все идеально спасибо итак это доктор да то есть он не на самом деле поэт просто этот вернер как-то так думает как-то так мыслит что печорин называет его поэтом почему же он называет его поэтом он изучал все живые струны сердца человеческого как изучают жилы трупа но никогда не умел он воспользоваться своим знанием так иногда отличный анатомик не умеет вылечить от лихорадки он изучал струны человеческого сердца да верно доктор доктор изучал струны человеческого сердца я перевожу вам да меняю порядок слов чтобы было легче понять что к чему струны сердца человеческого это очень поэтично живые струны человеческого сердца кстати обращаю ваше внимание что да здесь не читается да заметили сердце живые струны человеческого сердца это про что это наверное про чувства да про эмоции тонкие переходы одного чувства в другое вот это что такое струны он изучал их так же досконально как изучают жилы трупа труп это неживое тело да и он сравнивает получается Печорин сравнивает человеческое сердце чувства да чувственную сферу жизни человека с анатомией человека интересное сравнение правда наверное что то в этом есть но это сравнение очень яркое сравнение в копилочку к характеристике Печорина но многое нам говорит о Печорине так вот Вернер у нас теоретик да он хорошо знает эти струны человеческого сердца но не умеет вылечить от лихорадки лихорадка это высокая температура не умеет вылечить от лихорадки то есть в данном случае не может помочь человеку он очень хорошо чувствует понимает природу человека но не знает что с этим делать можно в жизни он этого не применяет обыкновенно Вернер из-под тишка насмехался над своими больными но я раз видел как он плакал над умирающим солдатом обыкновенно это значит просто обычно так еще одна попытка написать я начинаю привыкать потихоньку хотя это не просто писать я же не вижу что я пишу понимаете да я вожу этой ручкой по графическому планшету а вижу только на экране немножко странные ощущения интересные итак обычно Вернер из-под тишка насмехался насмехаться это не просто смеяться над кем-то кстати над да над плюс падеж 5 плюс творительный падеж не просто смеяться над кем-то а вот так шутить по-хитрому как-то шутить да насмешка это всегда что-то ну злое наверное можно сказать да всегда что-то негативное насмешка из-под тишка насмехался это значит не в открытую не в лоб не прямо да он не шутил прямо в глаза своим больным он из-под тишка насмехался он так насмехался что больные может быть даже этого не замечали это делать что-то из-под тишка это слово сейчас тоже используется кстати делать что-то из-под тишка ну так вот как будто бы не прямо а с какой-то стороны и это обычно в негативном контексте ну вот как-то он так критикует всегда из-под тишка да не прямо мне высказывает критику а через кого-то или пошутит как-нибудь неприятно или унизит как-то в общем это из-под тишка все время хочется сказать да ну скажи ты мне уже это в лицо из-под тишка насмехаться это издеваться да да издеваться так что человеку либо неприятно либо он вообще не понимает что происходит а вам забавно забавно именно не смешно а забавно вы забавляетесь вот это насмешка так так вот Печорин отмечает что Вернер с одной стороны из-под тишка насмехается над своими больными но с другой стороны вот плачет он над умирающим солдатом вот такой противоречивый персонаж перед нами противоречивый едем дальше едем в прямом смысле теперь про внешность про внешний вид Вернера то как он выглядел его наружность а наружность это у нас то что снаружи не внутри а снаружи то есть внешность да то как он выглядел его наружность была из тех которые с первого взгляда поражают неприятно но которые нравятся впоследствии когда глаз выучится читать в неправильных чертах отпечаток души испытанный и высокой души испытанный и высокой опять у нас существительное а потом уже характеристики эпитеты прилагательные опять такая инверсия поэтическая но почувствуйте этот язык да возможно через несколько строчек вы уже почувствуете красоту этой инверсии в этом есть какая-то какой-то шарм и так его внешность была такая с первого взгляда она поражала неприятно в общем ну не очень красивый человек да не красавец не красавец но впоследствии давайте скажем проще потом потом но потом эта внешность начинает нравиться и нравится она когда наш глаз выучиться ну научиться я бы уже сейчас сказала выучиться можно в университете мы сейчас в современном русском языке скажем как наш глаз научиться читать в неправильных чертах лица да это я хотела отзвести в неправильных чертах лица отпечаток или след давайте синоним чтобы понятно понятно отпечаток да от слова печатать что-то что отпечатывается оставляет след отпечаток души высокой высокая душа да и испытанный испытанная душа ну здесь конечно речь не идет о пытках да но душа которая пережила какие-то испытания трудности в жизни вот это испытанная душа в общем давайте скажем давайте поможем Печорину сказать просто Вернер глубокий человек не очень красивый но видно что глубокий есть глубина в его характере бывали примеры что женщины влюблялись в таких людей до безумия и не променяли бы их безобразие на красоту самых свежих и рух ой спасибо большое на следующий раз итак разбираемся бывали примеры это Печорин делится жизненным опытом кстати замечу что Печорин молодой человек не старше самого Лермонтова когда Лермонтов писал этот текст вот но уже с опытом да тоже испытанная душа итак бывали примеры что женщины влюблялись таких людей до безумия корень ум да теряли ум любить до безумия влюбляться до безумия и женщины не променяли бы их безобразие то есть их не красоту внешнюю на красоту самых свежих розовых эндомионов эндомион это персонаж из греческой мифологии красивый юноша очень красивый очень красивый юноша в общем иногда бывает такое что женщины влюбляются вот в таких вот вроде бы некрасавцев и влюбляются так что им не нужны вот эти красивые даже мужчины вот что замечает печорин описывает он нам такой тип надобно отдать справедливость женщинам они имеют инстинкт красоты душ душевной от того то может люди подобные вернеру так страстно любят женщин надобно вот это мы сразу убираем просто надо надо отдать справедливость женщинам ну то есть ну женщины то молодцы вот что печорин говорит женщины то да знают куда смотреть в этом смысле они имеют инстинкт душевной красоты чувствуют душевную красоту в таких как верно от того то это просто значит поэтому поэтому люди похожие на вернера да да подобные кому дательнее пойдешь третий а похожие на кого угу винительные поэтому люди похожие на вернера так страстно любят женщин потому что ну с женщинами какая-то особая связь глубокая едем дальше вернер был мал ростом то есть невысокий и худ и слаб как ребенок кстати что это за форма худ слаб мал это все у нас краткие прилагательные маленький худой слабый как ребенок одна нога была у него короче другой короче чем другая как у байрона смотрите здравствуйте лорд байрон да не зря я вам говорила в начале что эта фамилия важна важна она не только из-за этого упоминания на самом деле важна она из-за многочисленных аллюзий отсылок но вот это яркий пример что байрон просто вот везде в золотой литературе в золотом веке русской литературы итак одна нога короче другой обратите внимание представляем себе этого доктора вообще да давайте нарисуем в своем воображении этого доктора одна нога короче другой маленький ростом худой слабый глубокий безобразный кстати не пояснила это слово безобразие безобразный вообще состав этого слова да не имеет в себе ничего плохого образ без образа да но вместе это слово безобразные значит ну очень некрасивый страшный так вот это все эпитеты которые описывают верно у нас безобразный худой слабый маленький ростом одна нога короче другой в сравнении с туловищем то есть с телом туловище это тело в сравнении с туловищем голова его казалось огромно ну я бы сказала казалось огромной да сейчас казалось бы какой ну простим Лермонтова да он стриг волосы под гребенку гребенка это такая можем сказать расческа гребень гребешок стричь под гребенку в данном случае значит очень коротко он стриг волосы очень коротко и у нас есть еще такое выражение фразеологизм всех под одну гребенка под одну гребенка под одну давайте вот сюда запишу под одну гребенку под одну гребенку фразеологизме может быть какой угодно но я очень часто слышу это даже без глагола ну что ты всех под одну гребенку но зачем вот он всех под одну гребенку это значит судить всех одинаково несправедливо да несправедливо всех одинаково не учитывая контексты разные не учитывая что у всех разная ситуация обычно это используется в ситуации когда человек осыпает кого-то стереотипами стереотипными суждениями и мы можем ему ответить ну что ты всех под одну гребенку но все же разные верно стриг волосы под гребенку здесь это значит что ну очень коротко в общем то не как-то не старался он себя очень украсить прической так безобразие значит уродливый да 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 именно безобразный уродливый синоним и дальше смотрите неровности его черепа череп это вот то что у нас под волосами да и под кожей скрыт неровности его черепа обнаруженные таким образом таким образом каким образом имеется ввиду что он очень коротко стригся очень короткие волосы у него были и из-за этого были видны все неровности его черепа и эти неровности поразили бы то есть удивили бы free но лога странным положенных наклонностей это интересно вот это фринолог сразу передаю привет эдгару эллену по текст которого мы тут читали с моим тьютером по английскому эндрю кстати тебе тоже привет если ты смотришь или будешь смотреть потом вот она фринология здравствуйте фринология это может быть кто-то знает если знает пишите это такая псевдонаука когда-то давно она была даже популярной смысл ее в том что форма черепа связывалась с психикой человека с психическими характеристиками каким-то шишечком можно было сказать что там человек вот истерик например относится к какому-то типу мышление в общем наш печорин наш главный герой говорит что верно противоречивый человек да у него противоположные наклонности присутствует и вот он несколькими строчками ранее это иллюстрировал он нам говорил то он насмехается над своими больными то он плачет над солдатом до умирающим его маленькие черные черные глаза всегда беспокойные черные обратите внимание старались проникнуть в ваши мысли и вот теперь давайте соберем этот портрет воедино представим себе этого человека он маленький худой ой одна нога короче другой голова больше чем туловище ну не больше чем туловище а просто крупная крупная голова очень по сравнению с туловищем безобразный в какой-то степени уродливый да очень короткая стрижка из-за этого виден неровный череп неровный какой-то странной формой череп и черные маленькие глаза которые пытаются проникнуть в ваши мысли не возник кает ли не возникает ли у вас какой-то ассоциации друзья если возникает пожалуйста пишите не стесняйтесь что это за образ такой лизавета привет ты не знала такого слова а какого-то слова не знала я тут уже все убежала вперед я даже не знаю к чему ты вот это про френологию наверное да вот да да если вам приходит в голову что это за образ такой с чем он у вас ассоциируется пожалуйста пишите а я сейчас пойду дальше на страничку и мы увидим ответ смотрите молодежь прозвала его мефистофелем кто у нас такой мефистофель а а тут нам ответ по поводу френологии антинаучная теория связи психических свойств человека и строение его черепа до псевдонаука именно точно спасибо и вам спасибо так у меня вот с одной стороны комментарии чуть отвлекают да но с другой очень поддерживают спасибо вам за эти комментарии так вот мефистофель кто у нас такой мефистофель это персонаж до персонаж кстати немцы присутствуют ли у нас немцы скажите мне в каком произведении мефистофель обрел свою популярность у кого у какого автора немцы немцы мои дорогие скажите так вот мефистофель это персонаж ну давайте упростим все и скажем ну дьявол это да воплощение зла и вот этот вернер он похож на дьявола немножко что-то там есть такое демоническое фауст геопте не немец мне ответил но точку едем дальше итак молодежь прозвала его мефистофелем он показывал будто сердился за это прозвание но в самом деле а а мы сейчас скажем на самом деле она стила его самолюбия он вернер изображал что бесит сердит ему не нравится что молодежь его называет мефистофелем но на самом деле это название мефистофель прозвище никнейм листила его самолюбию и здесь мы узнаем о самолюбии выделю это слово потому что она важная очень не только в характеристике вернера но и в характеристики самого печорина но вот здесь посередине текста давайте я все-таки скажу почему же я выбрала почитать то как печорин характеризует своего друга да потому что он характеризуя своего друга в принципе во многом описывает себя и и нигде как в характеристиках других персонажей мы лучше не прочитаем о печорине о самом главном персонажа самолюбии вот вот скажи мне кто твой друг скажи мне да именно самолюбие это очень и важно сейчас я думаю интересно психологи войдут в наш чат сегодня математики уже были на литераторы уже были а психологи когда придут давайте характеризуем характеризуем этот тип личности кто это у нас кто это перед нами мы друг друга скоро поняли и сделались приятелями фраза идет сразу после слова самолюбия да ну поэтому то вы друг друга и поняли скоро и сделались приятелями потому что что печорин самолюбивый персонаж что вернер сделали с приятелями стали приятелями мы сейчас скажем конечно потому что я к дружбе не способен говорит нам печорин я к дружбе не способен не умею дружить дальше объясню нет почему из двух друзей всегда один раб другого то есть один друг сильный по характеру а другой подчиняется другой всегда слабее хотя часто ни один из них не в этом себе не признается рабом я быть не могу и он даже не объясняет почему ну а мы с вами понимаем почему работе могу а повелевать в этом случае то есть повелевать рулить управлять вернером это труд утомительный вы устанете да но трудно вернером вот таким сильным характером повелевать потому что надо вместе с этим и обманывать до чтобы управлять своим другом чтобы манипулировать вот она подходящего слова нужно еще и обманывать да притом у меня есть лакеи и деньги да к тому же у меня есть слуги и деньги зачем мне раб до другими словами он не способен к дружбе печурин печурин говорит что он не способен к дружбе потому что в дружбе всегда один человек раб другого а ему он рабом быть не может а зачем ему раб если у него есть слуги и деньги но только здесь вопрос а ну а как же вывод с вернером это общаетесь да они не друзья он не говорит что вернер его друг он называет вернера приятелем приятель это легче чем друг друг это слишком сильное слово но приятеля приятно нам вместе вот как мы сделались приятелями и здесь он расскажет нам как они познакомились я встретил вернера в среди многочисленного и шумного круга молодежи встретил вернера где-то в толпе где было много молодых людей но молодежи он он сам ты тоже относится к молодежи да давайте не забывать что он тоже молодой человек надеюсь печорин не прав елизавета не переживать не переживать сколько людей столько и не смотрим глубже на эту историю давайте лучше поймем кто у нас печорин что это за тип личности такой что это за тип личности для нас с тобой лиза неправ не переживай но для кого-то прав раб здесь конечно слишком жесткое слово и хорошо что вы это замечаете жесткость самолюбия жесткость резкость циничность вот он набор характеристик это все опечорение и это все мы с вами можем понять опечорение хотя мы его не видели и нам его никто не описывал мы просто читаем его взгляд на приятеля итак они познакомились среди шумного круга молодежи разговор принял под конец вечера философское метафизическое направление это завернул в общем ну представляете молодежь собралась проводит весело время выпивают играют в карты и в конце начали говорить о разных философских вопросов о самом важном толковали об убеждениях разговаривали об убеждениях обсуждали мнения друг друга на разные философские вопросы экзистенциальные вопросы каждый был убежден в разных разностях вот короткий пересказ диалога каждый был убежден в разных разностях сразу чувствуем отношение печорина к этому диалогу разной разности говорили дальше диалог что до меня касается то я убежден только в одном сказал доктор верно доктор это верно что до меня касается ну мы так сейчас уже не скажем мы скажем ну по моему хотят тут уже не подойдет это просто знаете я убежден только в одном убежден уверен другими словами я уверен только в одном что до меня касается здесь конечно лишнее тем более до в чем это спросил я желаю узнать мне не человека который до сих пор то есть верно вот этот маленький худой одна нога короче другой большая гола черные глаза он весь этот вечер а представляем веселый шумный вечер да все веселятся разговаривают что он сидел весь этот вечер делал молчал сидел и наверное разглядывал мефистофель разглядывал людей и печорину как ну давайте уж скажу это слово которым у меня напрашивается не могу ничего сказать не просто эгоистичен печорин печорин нарцисс ну или хочет сильно показаться нарциссом может быть играет нарцисса да но это мы с вами узнаем только когда прочитаем весь текст но если мы говорим терминами то вот она нарциссическое расстройство личности то пошло ему интересно ему интересно не слушать мнение людей которые так разговаривают интересно послушать человека который молчал все это время так вот в чем же уверен доктор в том отвечала что рано или поздно в одно прекрасное утро я умру в одно прекрасное утро это не значит что он радуется этой этому событию просто присказка в одно прекрасное утро значит однажды рано или поздно однажды я умру сострил скажем так верно а печорин подхватил я богаче вас сказал я у меня кроме этого есть еще убеждение именно то что я в один пригодки вечер имел несчастье родиться острота на остроту я бачу смысле убеждений да вот у вас есть одно убеждение одна уверенность скажем а у меня еще есть одно убеждение а именно то что я в один пригодки то есть очень гадкий неприятный вечер смотрите какая игра слов вернер ему говорит я в одно прекрасное утро умру а печорин говорит а я в один пригодки вечер имел несчастье родиться обычно мы говорим или в их кругу говорили я имел счастье имел честь познакомиться с этим человеком моя семья имела счастье мы имели счастье а он говорит я имел несчастье родиться в общем все нашли что мы говорим вздор вздор чепуху ерунду глупости это вздор все нашли что мы говорим вздор право из них никто ничего не этого не сказал права и на самом деле на самом то деле по честному то говоря из них из вот этого шумного круга никто ничего мне не сказал они все говорили на эти философско метафизические темы но умнее никто ничего не сказал вот она и вся философия я родился я умру поговорили с верно с этой минуты мы отличили толпе друг друга вот они два замечательных человека которые отличили заметили в толпе друг друга а тем временем у нас в чате пошли характеристики печорина печорин эгоистичен выпендрежник он вот пендрежник пендрежник а психолог скажет что это расстройство личности цинично сказано действительно ну знаете если без оценок то сказано как сказано интересный взгляд на жизнь и так мы отличили в толпе друг друга мы часто сходясти сходились в данном случае значит просто встречались просто встречались сходили из вместе от новое встречались мы часто встречались и толковали говорили вдвоем об отвлеченных предметах об отвлеченных что значит об отвлеченных об абстрактных ну а то есть же может быть философии до об экзистенциальных вопросов мы говорили об отвлеченных предметах очень серьезно, пока не замечали оба, что взаимно друг друга морочим. Морочить, морочить голову, это значит путать. То есть они говорили настолько серьезно и настолько хотели показаться умными друг другу, что в какой-то момент понимали, что они уже запутались. Оба. Друг от друга. Друг друга же и запутали. Тогда, посмотрев значительно друг другу в глаза, как делали римские авгуры, по словам Цицерона, мы начинали хохотать и, нахохотавшись, расходились довольны своим вечером. Авгуры – это римские предсказатели. Они предсказывали исход боя или какого-нибудь события, например. По всей видимости, очень серьезные люди. Серьезно друг на друга смотрели, так глубоко, многозначительно. Так вот, Печорин и Вернер смотрели вот так глубоко друг на друга и понимали, оба читали мысли друг друга, что они уже переспорили друг друга. Им становилось смешно, и они начинали смеяться, хохотать. Хохотать – это не просто смеяться, это смеяться во весь голос. И нахохотавшись, это значит вдоволь насмеявшись, когда ну всё, ну всё, уже некуда больше смеяться. Это как есть – наесться, смеяться – насмеяться, хохотать – нахохотаться. Они расходились, довольные своим вечером. Им было очень приятно друг с другом. Приятно вот так проводить вечер, поговорить на серьезные темы, на глубокие, а потом посмеяться. А вот и всё. А вот и весь текст на сегодня, друзья. Дам вам сейчас минуточку, чтобы вы собрались с мыслями и написали какие-то мысли, которые... Собрались с мыслями и написали мысли, которые собрали. В общем, напишите, какие у вас впечатления. Что же это за фигура перед нами такая? Расскажите. Печорин, Вернер. Но здесь я выбрала этот текст именно потому, что Печорин нам интересен в этом тексте. Даже не столько Вернер, сколько Печорин. Как он его описывает, как он говорит о дружбе. Да, как он видит людей внешне и внутренне. Что его забавляет, что доставляет ему удовольствие. Глубокий разговор, но потом обсмеять всё. Насмешка, самолюбие, эгоистичность, превосходство. Вот это всё слова, которые важны нам для понимания этой фигуры Печорина. Наверное, Лермонтов очень хотел быть таким, как Печорин, мне кажется. Я бы хотела побеседовать с Печориным. Вызываем родителей Печорина. Пожалуйста. Ну да, правда, на самом деле поговорить, наверное, с таким персонажем интересно. Я думаю, что такие персонажи есть среди нас даже сейчас. Он как будто отстранён от жизни и смотрит свысока. Да. Я тоже так чувствую. Тоже так чувствую. И вот, как я и сказала, у меня напрашивается это слово «нарцисс». Ну, нарцисс. Не то, что он отстранён от жизни, он отстранён как будто бы от собственных эмоций. Ему всё смешно. И глубже этого нет. Мысли глубокие есть. Да, он очень интересно, очень необычно видит этот мир, видит людей, отношения между людьми. И мы это с вами увидим в следующий раз, когда будем читать ещё один отрывок. Но там уже будет что-то про женщину. Вы уже можете догадаться, как будет Печорин отзываться о женщинах. Мысли у него глубокие, а вот чувства... Чувства, может быть, тоже глубокие, но он не имеет к ним доступа, как будто бы. По-моему, такие философские взгляды были в воздухе в то время. Наверное. Но, наверное, не только в то время. Мне кажется, в принципе, людям интересно поговорить на философские темы. Разве нет? Особенно, как Печорин нам говорит, там была молодёжь, офицеры, да, вот это важно. Это Кавказ, офицеры, молодые мужчины, кровь кипит, там дуэли постоянно происходят. Ну, конечно, там диалоги о вечном, обо всём на свете. Это всегда интересно. Ага, они заметили, что традиционные ценности рушатся. Вот это интересное замечание. Как будто бы всегда замечали все, что рушатся традиционные ценности. А может быть, я не права. Может быть, вы и правы, кстати. Я вот с этой точки зрения не смотрела. Видите, я в этот социально-психологический роман ныряла всегда, особенно сейчас, с психологической стороны. Вот это я вижу в первую очередь. А вот социальная сторона интересная. Есть ощущение, что он завлекает на свою территорию, а потом обесценивает собеседника для собственного удовольствия. Да. И мне кажется, вы читали этот текст. Потому что есть в этом романе как минимум один ещё диалог, где это, ну, очень ясно видно. Это диалог с Грушницким. В следующий раз, вот я думаю, кстати, либо диалог с Грушницким взять, с ещё одним приятелем, на самом деле, неприятелем даже, либо с женщиной одной. Да, и это действительно так. Печорин завлекает на свою территорию, втирается в доверие и обесценивает собеседника. На самом деле, даже Вернера он обесценил, да? Вот как он описывает его внешность, например. Есть в нём что-то загадочное, конечно. Но в целом уродливый какой-то. Вот так вот. Очень интересно, хотелось бы прочитать, как эти черты Печорина отразятся на отношениях с женщиной. Действительно, интересно. Да. Ну как они отразятся на отношениях с женщиной? Обесценивание. Да. Согласно с вами, Мария, мне кажется, сложно найти времена, когда люди не переживали бы за разрушение традиционных ценностей. Наверное. Не знаю. Я жила только в своё время. Но чувствую, что будто бы да. Важно помнить о других философах того времени, таких как Шопенгауэр и Митши, например. Это правда. Это вы точно подметили. Конечно, если уж мы берёмся читать текст и вширь, и вглубь, и хотим увидеть все слои этого текста, нам нужно вообще окунуться в это время, понять весь контекст, всю философию, когда всё, что у них тогда было в голове. Это у меня сейчас в голове. Нарцисс, расстройство личности, абьюз, унижение, вот это границы личные. Это у меня в голове эти термины. А там были немножко другие термины, совсем другими понятиями оперировали люди. Да, и к вопросу про отношения с женщинами есть чувство, что плохо черты Печорина отразятся на отношениях с женщиной. Да, причём плохо будет не только Печорину, точнее нет, не только женщинам, но и самому Печорину там будет плохо, конечно. Ну вот такой. Да, если в следующий раз мы с вами будем читать что-то про его отношения с женщинами, то вы увидите, что это просто пикап-гайд, написанный Лермонтовым когда-то, давно-давно. Вот. Вывод. Не нужно покупать курсы по психологии, читайте русскую классическую литературу. Там всё можно найти. Всё можно найти. Вот. Все жизненные мудрости. Так, ну что же, друзья, мы с вами... Ух ты, уже 1 час 23 минуты. С ума сойти. Ну, я тут ещё вначале так раскачивалась, долго-долго там всё переживала. Вот. Под конец хорошо уже расслабилась и набрала темпы. Спасибо вам большое, тем, кто участвовал в обсуждении, писал комментарии, тем, кто не писал комментарии, но просто смотрел, наблюдал. Тоже спасибо, что пришли. Но вообще не стесняйтесь писать, да, потому что, конечно, мне нужен этот диалог. Я онлайн, и я в живой аудитории, мне кажется, это два разных человека. Мне ещё предстоит научиться. Спасибо вам большое. Спасибо. Очень приятно и неожиданно видеть некоторых людей. Осталось только научиться их интерпретировать. Их интерпретировать... Это кого их... Это я уже потеряла нить. Лиз, подбери, пожалуйста, нить. Вот, ну да, в общем, интерпретировать-то важно, конечно, важно интерпретировать. Так. Ну всё, друзья, давайте прощаться. Спасибо всем, что пришли. А, произведение литературы интерпретировать. Да, да-да-да-да-да-да-да. Важно, полезно и интересно. Вот я на филологии не ценила это, когда училась, а вот сейчас, видите, начинаю оценить. Вот. И с вами делюсь иногда. Ну всё. Я пойду отдыхать, пить чаёк и уже, наконец, расслабляться. Воскресенье всё-таки. А я тут волнуюсь. Нехорошо. И вам тоже желаю хорошего вечера. Вот. Я так понимаю, многие, кто меня смотрят, у вас вечер. Вот. Спокойной ночи. Вот. Вам тоже спасибо. И до встречи в следующий раз. Будем продолжать разбираться в расстройствах личности. Всё. Надеюсь, я ничего не забыла вам сказать. Ну, забыла, если то. Другой раз. До свидания. Спокойной ночи. Ой, отлично. Я тоже буду ждать следующего эфира. Всё. Пока-пока, друзья.